как будет развиваться ситуация с ковидом никто не знает но при этом что очень важно да то есть мы принимаем решение мы принимаем решение на основе того как себя чувствует экономика то есть мы с вами являемся инвесторами мы не спекулянт основной принцип по которому мы в принципе с вами общаемся для чего мы развиваем мышление для чего мы получаем эту информацию для того чтобы купить активы которые будут создавать долгосрочную прибавочную стоимость нам нашим детям нашим внукам нашим правнукам да то есть то что мы покупаем реальные бизнесы соответственно когда мы понимаем реальные бизнесы мы должны понимать какова будущая ситуация с потреблением да то есть что будет с экономикой какого будет уровень безработицы будут ли у людей рост располагаемых доходов и почему вот эта вот закономерность о которой говорят единицы я не видел еще ни одного человека кто бы вот эту вот информацию приводил в связке да это вот та ценность которая в принципе есть для участников max capital что мы наблюдаем настоящий момент настоящий момент на сайте так он называется наш мир в данных можно построить вот такие вот интерактивные диаграммы то есть здесь представлены абсолютно все страны на то есть вот общее количество подтвержденных случаев к вида то есть график по всему миру он интерактивный его можно запускать соответственно он транслируется можно соответственно выбрать страну которую вы хотите отследить ну просто вот я выделил допустим россию франция италия китай где непосредственно находится и нам важны вот эти вот периоды красных зон да то есть когда высокая более 20 процентов соответственно темпа роста новых случаях заражения да потому что когда мы находимся в красной зоне то есть она принимать некий такой вертикально вертикальное движение то есть это значит быстро распространяется и сложно сдержать и то есть если посмотреть кто загиба ну кто кто объявляет карантинные меры да почему понятно становится почему франция объявила карантин почему там италия об этом думает германия объявила карантин здесь можно внести израиль посмотреть что эффективные вакцины по-прежнему нет то есть по-прежнему высокая смертность может быть если если медицинские ресурсы будут полностью заняты и в этом случае мы можем увидеть жесткие локдауны а к чему они уже привели мы в принципе видели и наблюдали и получается вот этот вот риск он основной который присутствует настоящий момент запасов прочности ну давайте мы просто вернемся к тому что уже было сделано меры поддержки экономики которые уже были произведены и они уже привели к тому что государственный долг правительств мировых правительств он достиг исторических значений что все вот эти вот программы помощи со стороны правительств они финансируются за счет чего они финансируются за счет новых заимствований то есть увеличение долга окей второе банки центральные банки печатают просто ничем не обеспеченные деньги в какое кто-то отменяет там налоговые платежи ну не отменяет а переносит и да кто-то отсрочивает выплату кредитов но подождите вы банка можете указать что ребят давайте моратории полгода вы не будете брать кредиты ну подождите а у банков то есть они же сами это деньги не печатают банки на киевым в императивном порядке дадите указание чтобы они не наезжали на людей которые не платят кредиты потому что тяжелая финансовая ситуация но в то же самое время вы людей которых тяжелая финансовая ситуация они получаются будут забирать денежные средства свои депозиты свои подушки безопасности и соответственно у банков начинается разрыв но хорошо в америке еще согласует на два триллиона программу поддержки может быть на 1 триллион долларов согласует программу поддержки в европе может быть федрезерв еще там 4 5 триллионов долларов напечатает но в конечном счете мы получаем что этот разрыв он все больше и больше увеличивается и вызывает большое количество вопросов да то есть что же такого происходит в китае у них стабильная ситуация да то есть рост как бы не какой-то небольшой есть но он не принимает форму второй волны здесь получается что ситуация сейчас очень и очень тонкая неопределенности очень много, друзья. То есть говорить, что есть какая-то четкая определенность и последовательность действий в настоящий момент не приходится. Но в любом случае, какое можно сделать резюмент? Причиненные возможны в улучшении ситуации, то есть что может говорить о том, что ситуация улучшается и что на это может повлиять. Китай стабилен в росте заболеваемости и смертности. Протоколы лечения от болезни более эффективны. То есть здесь все-таки научились быть более эффективными, быстро выходить из стадии критической ситуации в болезнях, выписывать людей. То есть, соответственно, протоколы улучшились. Достаточное количество тестов для выявления больных, что позволяет быстро локализовать контактировавших с больными. То есть большее количество людей тестируется, большее количество тестов, которые можно производить, они проводятся достаточно быстро. Сократилось время проведения этого теста и, соответственно, вот эти вот истории с QR-кодами, что ты где-то куда-то ходил, с кем ты контактировал в местах общественного пользования. Соответственно, здесь вот есть механизмы купирования, вот этого распространения, чтобы не было вспышки. Еще есть запасы по мерам государственной поддержки по выкупу активов. То есть я говорил, в Америке еще могут дополнительно 2-3 триллиона долларов выделить в качестве государственной поддержки. Еще Федрезерв может напечатать 3-4-5 триллионов долларов. Опять-таки, вы должны понимать, что не влияет это на рост экономики. Вот они напечатали, но отразилось это как-то существенно на экономике. То есть денежную массу увеличили на 40%. Отчеты выходят, да, экономика восстанавливается. Но она восстанавливается, когда прекращается локдаун, тогда, когда разрешают дальше работать. Сейчас есть риск того, что наоборот эти меры будут усиливаться, да, то есть они будут продолжаться. И здесь возникает большой вопрос. То есть уже и финансисты, и банкиры, и даже отдельные лица в наблюдательных советах центральных банков говорят, ребят, но, блин, не помогает это, да, то есть не помогают меры, монетарные меры стимулирования уже не помогают. То есть они не дают никакого эффекта. Все, что вы можете получить, только рост спекулятивных активов. И что мы, в принципе, наблюдаем, да, в настоящий момент, что происходит, что активы спекулятивно растут. Поэтому запас есть, вопрос, будут его применять или нет, потому что эффективность, ну, скажем так, не самая лучшая, да, которая монетарных стимулирует. Мировые центробанки заявляют о том, что могут позволить держать низкими процентными ставками в ставке достаточно продолжительное время. Развитие второй волны коронавирусной инфекции может привести к тому, что, во-первых, это действительно может очень существенно ударить по малому и среднему бизнесу, он просто этого не переживет. И они все об этом говорили, да, что если там еще как-то там, кто еще выжил, да, не закрылся в период первой волны, если будет вторая волна, не переживем. То есть это об этом заявляют все. Это, соответственно, там в России доля занятого населения в малом бизнесе не такая высокая, но если взять Европу, если взять Америку, доля малого бизнеса в структуре экономики очень-очень велика, там от 30 до 70 процентов составляет. Третий момент, соответственно, людей надо будет поддерживать за счет государства. Государству надо будет наращивать долг. Очень важный момент, на который я сейчас хочу акцентировать ваше внимание. Монетарные стимулы уже не работают. То есть если ты напечатаешь еще больше денег, все, что ты получишь, да, это будущий разгон инфляции. Эти деньги, эта денежная масса, она экономике не помогает. Соответственно, поддержка экономики на себя возьмет исключительно правительство своими стимулирующими мерами. То есть вот у нас будет один большой работодатель, я опять-таки, может, немножко усугубляю, правительство, да, которое будет заимствовать деньги у Центрального банка, который будет их печатать и будет всем раздавать, там, как это было в США, по 600 долларов в неделю. Хорошему этому ничего не приведет. То есть ты таким образом делаешь экономику неэффективной. Люди, которые заняты в бизнесе, им не нужно развиваться, им не нужно конкурировать, им не нужно быть эффективным, им не нужно предоставлять самый лучший сервис, им не нужно развивать свои знания, навыки и умения, да, то есть у них есть некий какой-то гарантированный доход, который им государство постоянно выплачивает, вне зависимости от прилагаемых усилий. Второй момент. Пока выплачивают, пока эти деньги есть. То есть люди будут сидеть в изоляции, они эти деньги будут получать, будут жить спокойно и говорить, у меня эти деньги, в принципе, есть. Но опять они эти деньги не тратят. Как только будет возможность трат, ты получишь очень высокую инфляцию. И в принципе, по-хорошему, если сказать, да и плохого в инфляции-то нифига ничего нет. То есть если будет сильная инфляция, в принципе, можно сейчас назанимать сколько угодно много. И это я сейчас вижу как один из возможных выходов мировых правительств из той жопы в рамках долга, который сейчас есть локальный. То есть вы можете спокойно допустить разгон инфляции и делать невинное лицо. Говорит, ой, извините, ребят, мы пропустили, когда она приняла галлопирующие меры. И позволить просто спокойно там 2-3 года, чтобы инфляция находилась на уровне 10-15, может быть, 20%. Потому что при таких темпах инфляция обесценит все ваши долги. Ну и убьет, конечно же, экономику. То есть у вас, вы получите очень большое недовольство населения. Располагаемые доходы населения очень сильно упадут. Но вы должны понимать, что если не путь инфляции, то это путь заимствования. И здесь, соответственно, возникает другой риск, связанный с тем, что сейчас вот эти все спасения, которые центробанки начинают постепенно умывать руки и перекладывают ответственность на правительство, правительство, соответственно, начинает заимствовать. И я уже тоже неоднократно заявлял о том, что государство, правительство сами деньги не производят. Они могут занять, но чтобы отдать, нужны доходы. Чтобы появились доходы, тебе нужно увеличивать налог. И боюсь, что если говорить о перспективе, допустим, 3-5 лет, мы можем увидеть ситуацию, связанную с тем, что сейчас будут поддерживать правительство, будут наращивать государственный долг. Следующим шагом, соответственно, по наращиванию, когда долг станет очень большим, его надо будет как-то дополнительно финансировать. Мы увеличим рост налоговой нагрузки и на предприятии, и на физических лицах. Это снизит покупательскую способность населения. Даже повышение налогов, увеличение собираемости налогов не приведет к тому, что государственные расходы будут уменьшаться, потому что у нас падает покупательская активность. И, соответственно, у людей будет больше запроса на социальную поддержку. И государства попадут в ситуацию, когда они не смогут финансировать вот этот вот дефицит бюджета. И единственным, наверное, разумным решением будет то, что, в принципе, и просится. То есть просто просится – это самое простое решение, но от него сейчас все отталкиваются, говорят, этого не будет, это невозможно. Но это действительно, ребята, инфляция. Отпустите его цены. Обанкротятся компании, люди будут жить плохо, но при этом вы спишите все свои долги и, в принципе, можете обнулиться. То есть, может быть, такая немного непристойная картинка рисуется, но, тем не менее, я рассказываю про причины улучшения ситуации. Давайте про причины ухудшения. Что мы краткосрочно видим в плане ухудшения ситуации? Во-первых, ситуация ухудшения. Данные по заболеваемости начали расти, и, соответственно, я вам показал, что они действительно растут, и экономики уходят на карантин. В увеличении поддержки экономики мировой МЦБ и правительственной приведения к росту глобального долга. То есть, я уже про это рассказал, просто некий тезис, чтобы это было понятно. Увеличение глобального долга, соответственно, его нужно потом чем-то погашать. И низкие процентные ставки приводят к росту заимствования компаний с низким кредитным качеством. Федеральная резервная система США напрямую, напрямую уже, друзья, в своих докладах заявляет о неком дисбалансе, на который она обращает особое внимание, как на некую обеспокоенность. Наряду с тем, что кредитование домашнего сектора домохозяйств к ВВП Соединенных Штатов Америки, начиная с 2017 года, снижается, и в основном деньги все-таки выдаются надежным заемщикам. Кредитование не финансового бизнеса, то есть не банков, а корпораций, оно растет, и причем оно достигло критических значений. Помимо всего прочего, если посмотреть по структуре кредитования, то есть кому выдаются, то есть фактически выпускаются облигации, потому что преимущественно кредитование в Америке осуществляется посредством выпуска облигаций, а не выдачи прямого кредита, то в этом случае то, на что обращает Федеральная резервная система США внимание в докладах к своему заседанию, говорится о том, что увеличиваются объемы заимствований компаниями, у которых низкий кредитный рейтинг, ну 3B, то есть преддефолтный, BB-минус даже можно это сказать. О чем это говорит? Это говорит о том, что хорошие, надежные компании, которые генерируют хороший денежный поток, у которых хорошая маржа, у них и так денег достаточно, то есть, ну, они там отдельные экземпляры типа Apple, да, могут осуществлять заимствование с целью buyback. Нет, это не значит, что они не заимствуют, но у них просто заемный капитал находится на комфортном уровне к активам, которые они имеют, к прибыли, которые они генерят. Что фактически происходит? Фактически эпоха уже низких процентных ставок, которые наблюдали там и в Европе, и в Америке, привела к тому, что ставки упали до нуля, и дальше падать им некуда. Доходность надежных облигаций типа Германии или Франции, они имеют отрицательное значение. Доходность облигаций Греции равна доходности облигаций, десятилетних облигаций Соединенных Штатов Америки. То есть, надежные облигации с высоким кредитным качеством, они не дают сейчас положительную доходность никакую. И это привело к тому, в конечном счете, что на рынке большим спросом пользуются рисковые инструменты, рисковые выпуски облигаций. Спасибо за просмотр!